Самара уверенно прошла первый этап конкурса на дизайн новых банкнот Центробанка. Отбор кандидатов проходил через интернет-портал твояроссия.рф в течение июля. Наибольшую поддержку получили два городских символа — ладья и ракета-носитель «Союз». Что дальше и на купюрах каким номиналом могут появиться самарские достопримечательности, выяснял Кирилл Козин. Суть первого этапа заключалась в отборе достопримечательностей. Кандидата мог предложить каждый россиянин. Правда, чтобы попасть в список, набрать нужно было не менее 5000 голосов. Самарские же символы «Ладья и ракета» набрали втрое больше. Успех и дальнейшие действия обсудили в общественной палате региона. Мы с вами имеем возможность своими руками, своими силами в Самарской области сделать себе постоянный рекламный носитель в виде бумажных денег. В этот четверг заканчивается первый этап конкурса. Я хочу сказать, что мы с вами, жители Самарской области, уже хорошо поработали, и мы попали во второй этап. Всего в Приворском федеральном округе отобрано 7 регионов. Борьба ведется за возможность разместить свои символы на купюрах номиналом в 200 и 2000 рублей. Самарские достопримечательности первый этап прошли. Теперь следующий. На этом испытание для городских достопримечательностей не закончится. Если «Ладья» и «Ракета» все-таки пройдут второй этап и попадут в десятку лучших, их судьбу решит финальное голосование, которое пройдет с 5 сентября по 5 октября. Там и выберут два города-победителя и четыре символа, которые в итоге и попадут на купюры. Кирилл Козин, Александр Дудко, Новости губернии.